В этом ролике мы поговорим о том, что такое идеальная тепловая машина Корно, как такая идеальная машина устроена и работает, какие мысли привели Корно к тому, чтобы такую воображаемую машину рассматривать, что означает слово «идеальное» в ее названии и как работа идеальной тепловой машины Корно связана со вторым началом термодинамики. Молодой французский инженер Сади Корно рассмотрел работу идеальной тепловой машины в своем единственном опубликованном в 1824 году сочинении, которое называлось «Размышление о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Паровые машины строились и применялись на практике уже больше века до появления этого сочинения, но только Корно, выпускник знаменитой политехнической школы, в которой инженерная подготовка основывалась на глубоком изучении математических наук, сумел задать принципиальный вопрос, касающийся устройства таких машин. Чтобы разобраться с этим принципиальным вопросом, надо вспомнить о том, как по принципу устроен любой тепловой двигатель. Будь то паровая машина, а во времена Корно в ходу были только паровые машины, или изобретенный позднее двигатель внутреннего сгорания, или паровая турбина. Поэтому давайте изобразим функционирование тепловой машины на схеме. Основу всякой тепловой машины составляет рабочее тело. Я его условно изображу газом под вот этим поршнем. Ну и мы представим себе, что он может расширяться при нагревании и сжиматься, уменьшать свой объем при охлаждении. А чтобы происходило нагревание, нам нужен нагреватель, я его условно изображу вот этой банкой. А для охлаждения нужен холодильник, я его условно изображу вот этой банкой. А теперь, как происходит рабочий цикл тепловой машины. Ну, мы приводим рабочее тело в контакт с нагревателем. Оно расширяется, совершает работу, скажем, поднимает вот этот груз. Груз поднят. Теперь мы можем рабочее тело перенести к холодильнику. Оно охлаждается. И система готова к повторению следующего цикла. Ну, а теперь вопрос, который задал себе Карно. Чтобы нагреватель был разогретым, нам нужно сжигать горючее. Например, мы сожгли тонну угля. И спрашивается, а за счет этой сгоревшей тонны угля, какую максимальную работу может совершить тепловая машина? И как она должна быть устроена, чтобы она совершила эту максимально возможную работу? И гений Карно проявился в том, что он не стал рассматривать конкретное устройство тепловой машины. А вместо этого стал размышлять над тем, как работает тепловая машина в самом общем виде. И здесь у нас такой самый общий вид тепловой машины изображен. Что она делает? Она за один цикл у нагревателя забирает некоторую тепловую энергию. Я ее обозначу буквой ку нагревателя. И эта тепловая энергия отчасти идет на совершение работы, а отчасти передается холодильнику. А дальше Карно рассматривает возможность существования обратимой тепловой машины, в которой все процессы идут в обратном направлении. Мы наоборот. Мы теперь совершаем работу А, и эта работа идет на то, чтобы отнять у холодильника некоторое количество теплоты куха, да, и по закону сохранения энергии, значит, А плюс куха должны сложиться вместе, и это будет та тепловая энергия, которая передается нагревателю в обратную сторону. И Карно утверждает, что та тепловая машина, действие которой полностью обратимо, имеет максимальную эффективность, максимальный КПД из всех возможных тепловых машин. И это не зависит от того, как конкретно устроен ее, так сказать, ее рабочее тело, и какое вещество там в качестве рабочего вещества используется. И эту теорему мы сейчас с вами докажем. А всякое доказательство должно на что-то опираться. И доказательство этой теоремы будет опираться на утверждение, которое называется вторым началом термодинамики. Первое начало – это закон сохранения энергии, а второе начало имеет несколько эквивалентных формулировок. И первая формулировка будет такой. Невозможно построить такое устройство, которое без совершения внешней механической работы будет отнимать теплоту у холодильника и передавать ее нагревателю. Так что это тепло фактически будет идти от холодильника к нагревателю самотеком. Ну, а теперь теорема. Итак, мы доказываем, что обратимая тепловая машина, и пусть вот эта машина будет обратима, развернем стрелочки, имеет наибольшую возможную эффективность. Доказательство, как в геометрии прямо, мы будем вести от противного. И допустим, что существует другая машина, эффективность которой больше. И вот эта работа А производится этой второй машиной. А раз эффективность больше, значит, эта машина другая, она отбирает у нагревателя количество теплоты меньшее, чем QN. Ну, давайте напишем, что это QN минус какое-то Q. И холодильнику она тоже отдает количество теплоты меньшее, чем QH, но, очевидно, на то же самое Q. Значит, вот такой агрегат мы построили. А теперь на этот агрегат и надо посмотреть, как на одно устройство, которое обменивается теплотой с нагревателем и с холодильником. Ну, что же у нас при этом происходит? Тогда нам надо эти две стрелки на одну заменить и сказать, сюда идет QH, а сюда меньше, чем QH. И значит, в целом у нас вверх от холодильника к машине за цикл идет вот эта самая тепловая энергия Q. А вот так я покажу, что мы сейчас имеем дело с цельным агрегатом. И наверху происходит то же самое. От агрегата к нагревателю идет тоже та же самая тепловая энергия Q. Одну стрелочку я убираю. Здесь показываю, что мы имеем дело с цельным агрегатом. Сюда Q подписываю. И вот, значит, если существует более эффективная машина, чем машина обратимая, то можно соорудить вот такой цикл. А что это за такой цикл? Ну мы у холодильника отбираем теплоту и перекачиваем ее нагревателю, не совершая никакой внешней работы. Что противоречит второму началу термодинамики. Следовательно, наше допущение является ложным и такой более эффективной машины, чем обратимая машина, не существует. Ну и отсюда сразу же можно сказать, что все обратимые машины должны иметь одну и ту же эффективность. Не может одна обратимая машина быть более эффективной другой, потому что это приведет к тому же противоречию. А значит эффективность машины не зависит от того, как она устроена внутри. Важно только то, что она обратима. Это единственное, что доставляет наибольшую эффективность. И вот такую машину, который, цикл которой обратим, ее и называют идеальной тепловой машиной Корно. Не важно, что там внутри. Иногда делают такую ошибку логическую, и считают, что это машина, в которой идеальный газ используется, поэтому она идеальная. Это неверно. Идеальность здесь состоит совсем в другом. Идеальная машина это та, которая обратима в своем функционировании. И все. И вот это и есть великая теорема Корно, которую мы с вами сейчас доказали. У этой теоремы есть и второе доказательство, которое основано на другой формулировке, второго начала термодинамики. И эта другая формулировка говорит, что для производства механической работы за счет тепла обязательно нужна разность температур, наличие нагревателя и холодильника с разными температурами. И мы не можем построить машину, которая будет отнимать тепло у одного теплового резервуара и превращать ее в работу при отсутствии другого резервуара с другой температурой. И для этого доказательства я уже даже наметил схему, а вам предлагается, опираясь на такую формулировку второго начала термодинамики, это доказательство доделать самим и написать свои соображения в комментариях к этому ролику на ютубе. А еще я хочу сказать, что мы снимаем сейчас первую часть ролика, у нее будет вторая часть, где будет рассказано, как тепловая машина Корно реализуется уже на конкретных термодинамических процессах. Так что этот ролик тоже можно будет посмотреть. «Отказательство»